Здравствуйте, мои дорогие! Какие перемены ожидать? Что там приготовила судьба? Каких изменений ждать? Ух ты, смотрите! Цветы кому-то будут дарить очень хорошо, кому-то будут дарить комплименты, цветы. Будут рассказывать, как вы хорошо выглядите. Может быть, кстати, вот эти перемены будут в вашей внешности, и это будет очень сильно сказываться на том, как люди реагируют на вас. Так, хорошо, ну в глобальном смысле, давайте посмотрим, каких перемен ожидать. Что нам тут скажут? Так, люди говорят. Опа! Так. Так, посмотрю, все ли видно? Отлично видно. Так, мои дорогие, смотрите, перемены в поведении. В поведении какой-то женщины или связано с какой-то женщиной. Здесь так же, как новое что-то. Новое что-то. Об этом будут говорить очень много людей. Разнесут какую-то информацию. Знаете, вот когда и вам донесут информацию, а вас же самой, и вы еще скажете, опа, вот это да, я не знала. Но это что-то, знаете, как по лилиям, это улучшение ситуации максимально, вот хорошо, как будто бы очищение какое-то идет. Обновление. Хорошо. Так, смотрите, но колода опять показывает все-таки карту. Букет, прекрасную, свежую карту, как будто бы с свежим ветром побольше. Так, давайте рассмотрим, что же это. Чтобы не было догадок, будем. Так, это уже какие-то глубинные такие изменения. Глубинные изменения связаны, возможно, кстати, с рабочим местом, с какими-то домами казенными, типа государственные учреждения различной сложности, вот школ, садиков, больниц, до более серьезных там каких-то взрослых учреждений, по типу муниципалитетов, префектуры и так далее. Там будет какое-то... Кстати, эта карта также обозначает, знаете, что вот что-то фундаментальное, это глубинное фундаментальное изменение, причем очень так странно, как-то вот ненавязчиво и случайно. Что это за глубинное? И причем эта случайность, она решит в вашей жизни какие-то глобальные проблемы, это прям вот судьба, будет благоволить вам. Это случайность, но это случайность, которая могла повернуть любой бок, либо в сторону негатива, либо в сторону плюса. Здесь она поворачивает в шикарное, в шикарное, знаете как, поле для реализации. Хорошо, давайте так и спросим о некоторых сферах. Например, сфера отношений с мужчиной. Например, у вас есть мужчина, да? Либо вы думаете о каком-то мужчине. Что там будет в этой сфере отношений? Если нет, вы просто прислушивайтесь тоже, здесь можно получить информацию. Итак, сфера отношений с мужчиной, который вот с вами в контакте хоть каком-то, да? Давайте посмотрим, какие там изменения будут происходить. Так, смотрим, сфера отношений. Так, а ситуация будет облегчаться, ситуация будет открываться, будет-то бы время наконец-то начало двигаться в сторону развития и укрепления отношений. Если здесь, если здесь говорят о том, что вот, например, у вас нет мужчины рядышком, вы ни с кем не строите пока отношений, эти отношения намечаются, то есть извне, из сада, да, из общества придет человек, время уже пришло и скорее всего знакомство будет где-то там, наверное, ну за пределами все-таки дома. Я здесь вижу реальная улица, улица, реально какие-то внешние такие, да, картинки все-таки. Пришло время для того, чтобы эти отношения наконец-то были. Если у вас есть человек, эти отношения начинают быть социальными. Так, что еще? Здесь какая-то ситуация, она будет связана с вашей задачей, которая поставлена была до того, как вы появились вот здесь на земле, когда душа сама сказала, так, вот эту задачу мне нужно решить и вот эта задача будет решаться. То есть здесь может быть как раз задача именно с мужчиной, с которым вы вообще не будете или вы находитесь уже. То есть этого просто не избежать. И по карте дерева это шикарная возможность стать семью, род, родовое дерево. Так, хорошо. Еще посмотрим сюда на сферу отношений, какие изменения ждать. Изменения будут. Это карта изменений как раз. Ваши личные. И причем странные изменения, которые, ну опять, вот случайность, удача, да, как будто бы вот что-то вам постоянно везет. Вот вы идете и случайно замечаете, что ни разу не остановились на красный свет. То есть как-то так. Хоп-хоп, зеленый, зеленый, зеленый. Вы проходите постоянно и открыты дороги. Чисто случайное что-то. Это может быть случайная встреча, которая приведет вас к тому, что вы будете семьей. Так, поменьше говорите об этом. Очень много людей присматривается к вам. Очень много хотят, видите, как мостики навести и присмотреться. А тут еще говорят, что человек, который ваш, личный, кармический, о, опять, смотрите, тасовала, и все-таки она осталась на дне колоды. Это человек, который пока от вас скрыт. И почему-то высшие силы хотят, чтобы на нем пока была маска. Да. Так, я здесь вижу, что кто-то все-таки наводит дальше. Еще такая картина здесь идет, что кто-то наводит мосты и хочет узнать о вас поподробнее. Кто-то ищет, и кто-то вот как раз носит масочку. Да. Исполняет волю высших сил, пока сидит в маске. Но мы хотим посмотреть, кто там. Мы уже верно посмотреть, кто там под масочкой. Это ваше будущее. Это ваша судьба. Это ваша мечта. Мужчина-мечта. Кто же ты? Медведь. Ответственный, харизматичный, очень уверенный в себе мужчина, который будет, естественно, вас содержать и материально, и морально. То есть поддерживать в любой ситуации. Мужчина, который решает вопрос, а не создает им. А вот вы, открытая, интересная женщина. Так. Ой, а у меня есть медвежинка. Пускай накроют. Это такие французские. Есть обычай, когда тортик короля кушают в феврале, по-моему. Вот. Это вот такие маленькие фигурки. Так. В каждом, в каждом тортике. Вот у нас мешка как раз есть. Мы прикроем эту грудь. Так. Смотрите, есть люди, которые против, поэтому вот карта о том молчании, карта маски, она нужна. Кто-то против. Кто-то против вашего окружения. Может, кто-то хочет, чтобы вы вот прямо одни остались на всю жизнь и никогда не вышли замуж. Ну, мало ли. Есть же такие странные люди, которые не желают счастья другим. Ну, что тут сказать. Так. Или со стороны мужчины есть, возможно, человек, который тоже не хочет, чтобы он, например, был с вами. Поэтому пока маска. Маска. Кто этот медведь может быть, откроет нам? А может, здесь сидят люди, которым это не нужно знать о вашем медведе. Ну, вот он есть. Он такой красавчик. Да. что-то с ним такое. Почему он так далеко? Почему он так загрустил? Что это за мужчина? тут просто далеко, потому что тут чувства, чувства и деньги. Чувства и деньги. и расстояние может быть, элементальная какая-то дистанция, как любят говорить тарологи. Здесь может быть по гарем, кстати, ситуация, когда человек имеет некие проблемы для того, чтобы их решить, необходимо приложить очень много усилий. От приложенных усилий зависит и счастье с вами. Ну, вот видите, как это мужчина есть. Тут, кстати, могут быть двое мужчин в вашем распоряжении, как раз на некоторое передное отношение. Но все равно ситуация, говорят вам, закрыта. То есть, пока закрывают вам лицо человека, именно тот, который судоносный. Но это суть, а на то, что вы будете семьей, это да. Знаете, что я вижу сейчас в пространстве, что происходит сейчас? Высшие силы духи рода, некие высшие создания сейчас решают. Сейчас какой-то сложился такой водоворот событий, да, как-то так веточка повела туда, где необходимо собрать совет старейшин, да, и решить, что делать дальше. Вот. Вот как-то так. Вы там присутствуете, поверьте, вы там играете главную роль. Вот. Скорее всего, вам какие-то подсказки идут во сне здесь на земле. Вот. Это не то, что вы ведома, и почему-то, вот я тоже вижу, как пишут, но если вы так думаете, да, делать, там это просто, вот даже не подписчики, скорее всего, я так-так залетела, написала какую-то ерунду и побежала. Вот. Тут просто говорят о том, что, ну, девочки некоторые просто пишут, что они вот, что вы жертвы, а там на небесах решают, все это ерунда. Вы решаете свою жизнь. И сейчас я говорю вам, ну, некое образы, да, которые возникают, естественно, в голове, как мы можем посмотреть раздание глазами нашими человеческими, что там творится. Вот. И мы играем огроменную роль, потому что мы не просто какая-то крупинка, мы есть огромная вселенная, которая внутри нас. И вот эта вселенная внутри нас, она показывает, что мы решаем здесь все абсолютно, мы делаем выбор. Вот сейчас на совете старейшим вместе с вами происходит какая ситуация. Скорее всего, в вашем пространстве будет или сейчас находятся двое мужчин. вот. И сейчас решается вопрос, кто из них тот, который будет вам человеком для сотворения вашего счастья. Вот так. Понимаете, о чем я говорю? Вот такая глубина мне идет. Так. Ну вот. Во сне, скорее всего, либо интуицией. Закройте глаза и увидите информацию. Будет вам открыта какая-то информация. Знаете почему? Потому что некоторые лисички уже знают дорогу и путь, каким образом перекрыть дороги этому человеку к вам. Понимаете? Сейчас поэтому информация держится в строгом секрете. И вы даже сама себе, высшая, не говорите самой себе здесь на земле. А дорога есть. Мужчина такой есть. С которым будет дом. Но сейчас хотят запутать следы вот этих вот личностей, которые не хотят, чтобы вы были вместе. Видите как? Они будут накажены, естественно. Их запутают и они накажут сами себя в этом грубом, странном, страшном лабиринте козни, которые они творили против вас. Их накажут. Их оставят там. Навсегда. Посмотрите. А зачем творить гадости человеку, который ничего плохого не делал. Так. К вам спешит новость? Какая-то решительная новость. Смотрите. Прямо отрезаю старое, хочу новое. Вам хотят вообще дорогу, я вижу, отрезать от вашей судьбы. Вы посмотрите, что делают. Они прям спешат вперед вас. К вам мужчина спешит, они спешат вперед него и хотят отрезать вам дорогу к счастью, к вашему. Вы видите, что? Отрезают дороги даже тому, что должно к вам прийти. К сообщениям от мужчины, его шагам к вам. Вот видите, перерезают дорогу. Это надо такое. Так, у нас, я думаю, что следующая отлиточка будет опять на эту тему, наболевшая тему. Естественно, вы заслужили семью. Естественно, у вас будет любовь. И, естественно, ключик в ваших руках. Хорошо, решится ли эта проблема? Дойдет ли мужчина? Он идет, а у него прям под ногами делают враги так, что земля рушится. Он не может к вам дойти. Что-то, какие-то проблемы, заботы чьи-то дурацкие, которыми он обременен и не может дойти к вам. То есть, у него есть своя жизнь, его обременяют чужой жизнью. Может, у вас такая ситуация, вы тоже идете навстречу, вам говорят то, одно, то, третье, никак не встретитесь. Ну, будет, смотрите, семья, тут три карты классные сразу вышли. Вот эта случайность, она случится, бог сам будет в шоке, что вот такая случайность. А может, это он так сам подстроил, я даже не буду сейчас утверждать, что кто-то будет в шоке, но вы так точно будете в шоке, как это случайно, так раз и вышло в солнце. Потому что случайно мужчина попадет буквально в ваше пространство, где уже вы будете как под защитной оболочкой выше сил. Потому что сейчас вы в своей оболочке, он в своей оболочке, а между вами какая-то пропасть. Так, вот такие изменения интересные. Видите, как изменения, прежде всего ваши глубины. Ждите письмо. Да, странный разговор у вас будет, знаете, как деловой какой-то дружеский. Все, выбор. Но это все крысы подстроили, мои дорогие. Это временная ситуация. Это временная ситуация. Дальше закрыта, закрыта книга и ситуацию нужно будет как прочищать, вот так вот хочется сказать. прочищать. Так, дорогие мои, по отношениям понятно, солнце будет, свет будет и главное, что сейчас посмотрим советы. Советы, вот если брать в ближайшее время на сферу отношений, например, если с мужчиной, который у вас есть, да? Советы для вас. Советы для вас. Для вас. Так, видеть в нем, дать ему возможность выбора, самостоятельного выбора. Видите как? А он сомневается, не видит, как выбрать. Вы только как, вот знаете, какое-то воздействие такое лунное. Вы находитесь, вы светите, отражаете, вот отражаете свет мужчины. Вот так вот. Как хотите. Кто-то не хочет сейчас никого отражать, ну тогда нечего здесь, в принципе, если он ваш любимый. Вот. А если не любимый, конечно, не хочется отражать. Мы-то смотрим на человека, которого вы ждете. Вы ждете его? Так. Меньше говорить на эту тему с чужими людьми. Так. И еще сейчас воспринять правильно ситуацию, когда вы вот именно общаетесь именно как-то так по-деловому. Прямо так. Дальше. Здесь еще идет совет. Пара и документы. Вот такие что-то. Тут какие-то интересные советы. Совет все-таки держать какое-то спокойствие и фундамент. Все-таки попробовать удержать под ногами ту самую почву. И легкость. Легкость. Вот. Это что касается отношений. Давайте смотреть на другую сферу. Так. Сигнификацию я оставлю и посмотрим дальше. что там может быть. Так. Знаете как? Я бы еще хотела разобрать вот эту змею. Что это у нас за такая тема? Что как-то обновление какое-то идет. Может, это как здоровье обновляется. Давайте посмотрим. Тут много трактовок, может быть. Поэтому будем разбирать. и так, что нам хотели сказать. Так. Да, вот вредитель какой-то. Вредитель в будущем как-то растворится. Вот как-то так хочется сказать. Это что значит? Отойдет. Медведь. Найдет направление. Деньги. Вам верны. Вас любят. И знайте об этом. Так, хорошо. Давайте так. Для девушки, которая имеет мужчину. Потому что тут что-то о любви. Ой. Вот. Вот карты все перепутались. Путались. Кто нас путает? Никто нас не запутает. Так, посмотрим. Итак, для девушки, у которой есть мужчина, отношения есть, но непонятно, что в этих отношениях, кто куда. Но бывает такое, да? Поэтому вы на каналах Таро. А что делать? Мы для этого и здесь находимся. Итак, если есть мужчина, что там? Любит ли этот мужчина вас? Как вам относится? Посмотрим. Время. Что значит время? И что? Со временем ты присмотрелся. Понял, что ты хочешь. И что? Ты ее любишь? Направление. Понял свое направление. Ты любишь ее? Мы пара. Ты любишь эту девушку? Она мне нравится. Так, во-первых, будет какое-то сообщение от него. Почему ты не признаешься? Знаете, как он говорит, я знаю, что это мое направление. Он туда идет. Он идет, но он почему-то не признается в чувствах. Он как бы присматривается больше к своим ощущениям, что он там, что он к вам чувствуется. Пока еще не понял, что ты к ней чувствуешь. Что ты чувствуешь к девушке, которая смотрит тебя? Что-то он в гроб спрятался. Хочется какого-то обновления, обнуления. Что-то здесь закрыто у вас. Какие-то старые-старые сценарии прихлопнуло крышкой гроба. Я так скажу, гроб, когда спрашивают на чувства, но это странно. Это странно. Что-то у него умерло, что ли? Навести мосты. Проблемы какие-то у мужчины. На работе проблемы какие-то есть. У меня чувства вдумает. А, понятно. Он говорит, сейчас это у меня, к сожалению, девочки мои дорогие, не первый план. Вы у него не первый план. Во-первых, у него проблемы. С кем-то ругается. Дальше у него вот это вот и ругань, споры с кем-то возникают на почве того, что, возможно, нет интимной близости. Эта карта, она такая, глубокая. Так, хорошо. Изменения в чувствах. Мы-то спрашиваем про перемены. Какие изменения в чувствах будут? Будет как раз на будущее. Вы как карма друг к другу. Запутался человек. Запутался. Ему сложно. Он хочет сейчас как-то разобраться в себе. Разобраться в себе хочет. Ему не видно своих чувств. Он не понимает их. Посмотрите, коса выходит. Он что-то отрезать хочет. Ему нужна семья, но он он еще не выбрал. Так, вот такая у девочки. Проблема. Вот такая вот. Вот такие вот перемены. Но не у мужчины, как говорится. У всех перемен, но не у мужчины. Так, что же тут со змеей? Все-таки, что такая змея? Я бы так сказала, если это соперница, то как-то так странно у вас получится с ней то ли переговорить, то ли убедить, что вы как-то к ней проникнетесь пониманием. Вот мне вот идут такие карты. Как-то странно, но вот так идет. Случайно проникнетесь к ней пониманием и закройте эту тему. Вы как какой-то другой станете, новой, обновленной, что ли. И мужчина такой сидит и думает, что мне надо, куда мне надо. Это что за прикольчики? Хорошо, но мы-то видели здесь ответственного человека, помните? У вас появляется этот человек. Значит, это может быть другой, спрашиваем про перемены. Перемены. Солнце, мои дорогие, как бы там ни было скрутно, не могу перевести скруто, когда нехватка, да, и вообще жду предельно, предельная нехватка. чувства, да, в отношениях, свиданий, в плане того, что даже и финансовая какая-то проблема. Когда вот такая вот трясучка идет, резко, резко вдруг приходит солнце. Все равно это как-то на пользу. Все будет хорошо. Вот так вам сказал Бог, когда солнышко выкладывал сюда. Видите, какая карта еще открыта. Уже ничего не остается. Как-то поверь сейчас в то, что все складывается правильно. Так, отношения мы разобрали. Давайте сферу другую смотреть. Давайте сферу другую смотреть. Уже мы хотим изменения в сфере реализации вашей какой-то деятельности, где вы, может быть, зарабатываете или хотите поменять что-то, или же хотите развить больше. Там, где вы, совершенствуясь как личность, становитесь звездой. Ура! Звездой. Ну, это разные вариации звезды. Вы можете стать звездой коллектива, вы можете звездой экрана стать, вы можете стать звездой сцены в театре, или же просто для себя самой маленькой звездочкой, или же просто поверить свою мечту. То, что хотели, вы получите. Изменения идут к тому, что вы яснее, четче видите вот именно ту звезду, на которую когда-то загадали, и там, она где-то, там, ваше желание. Она ближе становится к вам. Так, трансформируется, что-то будет закрываться. В хорошем смысле все идет, потому что у нас тут первая карта шикарнейшая выпала, да, и теперь объясняется. Вы присмотритесь к тем, людям в сфере вашей деятельности, которые маски носят. Вы их просто будете закрывать. Закрывайте все и до свидания отправляйте в утиль. Ну, зачем тогда с маской пришел? Иди назад, вас маску снимешь, заходи. Присмотрись, там есть такие люди. Ну, что ж, работа. Так, возможно, кто-то будет выбирать, смотрите, сферу деятельности, менять работу, выбирать. Возможно, будет такая ситуация, когда придется это сделать. Вам предлагают, например, два места работы, и вы можете выбрать одно или другое. И вам говорят, что и одно, и другое идентично классные. Да, и одно, и другое очень хорошее направление. Смотрите, шикарно. Вот что бы ни выбрали, куда бы вы ни пошли, вам говорят, что это очень хорошее направление. То есть, вы человек, который может реализоваться как в одной, на одной работе, так и на другой. А кто-то может даже, выбрав два, две сферы, совместить. Ну, если они друг на друга не накладываются, например, там онлайн бизнес какой-то и сфера работы где-то на кого-то, да, если кто-то так еще любит работать. Кто-то создает, например, что-то свое, да, может быть, и хобби есть. Хобби тоже начинают монтизироваться. Тут все может быть. Вот направление выбрано правильное. Причем по карте Лилии это такое, это очень высокая творческая реализация. Настолько высокая, что это не только вам приносит пользу, но и огромному количеству людей. Огроменному. Так, я посматриваю немножко на экран, чтобы видеть, все ли у нас там записывается. Так, мои дорогие, так вы реализовываете свою мечту, что там здесь входит. Вы, кстати, можете заглядываться даже как-то на другие сферы, там, где у вас еще вот ножичка не стояла. Вы хотите попробовать, прощупываете что-то, изучаете что-то. Будете так делать. Тут может кому-то, кстати, мужчина подсказать, вот это вот там, где вы еще не были, вот этот мостик помочь провожить. То есть, вы сказали, я хочу туда, он такой хоп, мостик положил, помог вам туда пройти. Причем лицо, он такой ответственное, и я не скажу, что это только любимый человек. Это может быть просто какой-то мужчина, или какой-то при власти мужчина, или какой-то просто мужчина. Короче, какой-то человек вам помогает, и чисто случайно получается так, что в общем все у вас получается. Опа! Да, причем потенциал этого, того, что вы заглянули вот куда-то, ножичку поставили только, а мужчина вам помог перейти по этому мостику, потенциал велик, вы разольете это дело. Вы разольете то, куда вас привели за ручку. Случайно как-то, но очень, это большая удача. Большая удача, что вот вам даже человек такой повстречался, ключики вам будет давать. Да, это касательно вашего дела, это очень стабильно, очень стабильно. Да, и на века. Это верный, верная победа. Все. Верная победа, дорогие мои. Так, хорошо, взаимоотношения еще посмотрим с близкими людьми. Давайте посмотрим. Все радует, да? Все радует. Возможно, для кого-то, видите, как в сфере отношений будет новое знакомство, если так резюмировать. А вот в сфере бизнеса, работая, тоже прекрасно, вы найдете что-то новенькое. Так, хорошо, теперь взаимоотношения с близкими людьми. Близкими людьми. Так, что это за... кто-то вмешивается, кто-то хочет вас разделить. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, смотрите, ваши родные, возможно, далеко от вас есть такие, да? Вот какие-то только маленькие отголоски того, что вы можете хоть как-то там поговорить с ними. Какие-то там проблемы, я вижу. Крысы, косы. Ну, по сути, если брать духовную близость, то, ну, все нормально, да? Вы любите этих людей, тут все хорошо. А тут как что-то разделяет вас. Для кого-то это, допустим, да, те условия, в которых мы сейчас находимся, и не дай бог такое на веку так, конечно, встретить, да, как война. Это, может быть, это обозначать очень сильно. Дальше. Ну, вот есть что-то такое, и что светлое, теплое вас согревает. Да, вот как, знаете, что-то есть такое совместное. Ну, солнце показывает, что, в принципе, все хорошо, все нормально будет. Давайте посмотрим также, что у нас там за пределами. Есть ли какие-то враги? Есть ли какие-то враги вообще? Враги? Именно люди. Люди, которые вам хотят навредить. Скрываются, они вам скоро откроются. Тут будет на воре шапка гореть, если они есть. Так, враги. Есть ли враги в вашем пространстве? Так, вижу хороших людей. Так, а есть ли враги, которые скрываются? Ну, да, есть. Вот что-то такое есть. Ага. Причем, смотрите, по этой карте это враги, которые давно с вами, либо, даже если недавно, это прямо вот кормой была. Вы должны были с ними пересечься и решать с ними эту задачу. Что это за враги? Вы должны их отсечь. Вы должны их отрезать от себя. Вырезать, вырезать. так сказать. Так, что это за враги? Покажите, что это за враги? Враги, крысы. Они случайно проявятся. Видите, как? Вот эта карта здесь вышла для того... Прячемся. Ну, давайте, давайте. Они перекрывают вам дороги куда-то. Они случайно сами себя сдадут. Причем сдадут вам какие-то верные вам люди. Вот. Верные вам люди остаются верными, а враги остаются врагами. Вот так говорят здесь. Кто эти враги? Кто эти крысочки? Женщина какая-то. Женщина. Кто такая? Наводит о вас в справки. Она же замужняя. Может, это дружба ваша показывает? Слушайте. Ну, так бы сразу показали. Ну, тут видите, как наводит о вас в справки. Может, хочет подружиться с вами или же показывает, что она замужем. Ну-ка, что это такое? Показывает. Вы ее отрезали от себя когда-то. Ага. Вы лишили ее дружбы. Она ваш враг теперь усложняет вам, как подтачивает, подливает вам фундамент воды какой-то или же просто подрывает, роет вот эти ходы, чтобы нарушить фундамент ваш. Вот случайно проявится. Случайно, чисто. Ссори какой-то. И вы поймете, куда. Скажете, вот супер, хорошо, что я поняла, что и как. И, вы знаете, избавляясь от этого человека, у вас открывается какая-то сила, открывается второе дыхание. Вот реально, вы как будто бы что-то сбрасываете с себя, какое-то влияние. Оно касается мужчины, между прочим. Обновление отношений с мужчиной идет. И у вас с мужчиной тогда, смотрите, новая жизнь, а может быть и новый мужчина. И стабильность идет. Дом и новая страничка в жизни. Вот так вот. Так что враги, берегитесь, а то заблудитесь в лабиринтах своих козней. Ха-ха. Так. Совет. Общие советы для вас. Общие советы. Так. Меняйте свою жизнь. Потому что самое крутое, это когда мы готовы к этим изменениям, а не просто сидим на месте и ждем, когда что-то произойдет хорошее. Хорошее произойдет только если поднимаем поку и взлетаем. Вот. Да, вот такая ситуация. Присмотритесь, к чему там присмотреться. Опа. Нужно внимательно, когда на стадии выбора вам необходимо будет присмотреться. А лучше, еще лучше. Когда будешь взлетать, тебе нужно найти тот самый выбор, ту самую точку, где нужно будет делать выбор, чтобы не заблудиться в лабиринте вместе с теми врагами. тут какой-то мужчина к вам дорогу не может найти. Что такое? Это при выборе мужчины, я так понимаю. Маска. Люди в масках вокруг. А он что, тоже в маске? Кто этот мужчина, который не может найти дорогу? Ваш друг, ваш верный слуга, вот так хочется сказать. Верный. Верный. Как-то верный и новый, но это что-то не состыковывается. С искренними чувствами, да. Стабильный, да. Верный. Время покажет, насколько он верный. Вы прям в нем не разочаруетесь. Что-то такое произойдет, что вы поймете, что вас любят. Я права? Случайность какая-то? Я права. Какая-то ваша сложная, грубая ситуация в жизни, она покажет, что вам нужна помощь, и вот он как-то поможет. Смотрите, на светлое выходит. Может решить какие-то проблемы с документами. Ну, или знаете, что-то будет тут вот с письмом, может связано, письмо и госучреждения. Как только решается проблема эта, выйдет солнышко, видите как. А сейчас она вот как-то спрятана, глубокая проблема. Так, мои дорогие, по-моему, очень интересно выдался расклад, и я думаю, что очень много подсказок. Благодарю вас за эту энергетику, спасибо вам за лайки, комментарии, поддержку финансовую. Я ценю каждого, вижу каждого, вот, чувствую каждого. Естественно, хочу, чтобы Вселенная тоже ощутила вот этот энергетический потенциал и давала в разы больше вам подарков. Я буду прощаться с вами, до новых видео, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok